МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Подняты по тревоге. Специалисты ЦВО провели учение по противовоздушной обороне. На половину сократилась очередь на ремонт квартир ветеранов и инвалидов в Самаре. Прежде всего, субсидия направляется тем, кому за 90-е. Из Удмуртии с любовью легкую комедию на Волге театральный представил Ижевский драматический театр. Подняты по тревоге продолжаются учения соединений противовоздушной обороны ЦВО, дислоцированных в регионах по Волжье. Дивизион! Тревога! 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 Около двух тысяч специалистов ПВО в течение трех дней отработают различные задачи по отражению воздушной атаки противника на важные объекты в нескольких регионах по Волжье. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противника. Также пять воинских частей, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири, подняты по учебной тревоге для ликвидации последствий условной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области. По легенде учений, специалистам радиационной, химической и биологической защиты нужно добраться до места, оценить обстановку, выполнить догазацию источников химической опасности, провести обеззараживание местности и спецобработку пострадавших. Осень в 63-м регионе продолжает удивлять. На смену жаркому бабьему лету резко пришло похолодание. А накануне сразу в нескольких районах Самары и вовсе прошел сильный град. Очевидцы сфотографировали небесные льдинки размером с горошину. Погодные явления зафиксировали на Ракитовском шоссе в Кировском районе и рядом с автостанцией «Аврора». А вечером местами и вовсе падал мокрый снег. Работы с опережением графика. В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Красноармейской. Ее приводят в порядок по федеральной программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации безопасной и качественной дороги. Когда по обновленной улице можно будет проехать, знает Алина Чемерес. Чтобы покрытие получилось ровным и прочным, асфальтоукладчики проезжают по одному участку несколько раз. Чтобы уложить только верхний слой на улице Красноармейской, потребовалось 200 камазов асфальтобетонной смеси. На вооружении дорожников опыт и современная техника. Олег Сироткин в профессии уже 15 лет. Нравится работать после положения асфальта. Мне нравится все красиво, дорога. Здесь компьютеры, дачки ультразвуковые у нас стоят. Вот как раз они за слоем следят. Подымается плита и опускается. И вот слой регулируется выше и ниже. Работы по комплексному ремонту Красноармейской начались в прошлом году и закончатся в этом. Здесь обновят дорожное покрытие, тротуар, бордюры, нанесут разметку, установят дорожные знаки. Уже привели в порядок ливневую канализацию и колодцы. Сейчас работы на завершающей стадии. Степень готовности 90%. Ездить по новому асфальту можно будет уже через 6 часов. В целом же ремонт улицы Красноармейской по плану должен закончиться до конца октября. Но работы идут с опережением графика. И скорее всего движение здесь запустят раньше. Также сейчас в Самаре комплексно ремонтируют Волжский проспект, Максима Горького и Чапаевскую. Качество дороги заметно улучшилось. Машина идет плавно. Не нужно объезжать яму. Будет повреждение ходовой части. Приятно ездить в комфор. Красноармейская располагается на гостевом маршруте. Примыкает к важным достопримечательностям города. Площади Куйбышева и Струковскому саду. Ремонт она требовала давно. Улицу приводят в порядок по федеральной программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации и безопасные и качественные дороги. Улица с интенсивным движением. Основные работы по устройству сайта бетонного покрытия мы производим ночью. Дабы не мешать автомобилистам. Мы работаем с частичным закрытием движения. Чтобы автомобиль пускаем по трамвайным путям. Трамвайные рельсы были отремонтированы в прошлом году. Подготовить площадку для движения автомобилистов. Поэтому в этом году это нам только помогало. Согласно муниципального контракта подрядчик внесет гарантию в течение пяти лет. Если за этот срок будут выявлены какие-либо дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет. За качеством нового покрытия тщательно следят. Регулярно берут пробы асфальта и отправляют в лабораторию. Необходимо, чтобы они соответствовали всем ГОСТам. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. За два года очередь на ремонт квартир ветеранов и инвалидов в Самаре сократилась почти на 50%. Ежегодно из областного и городского бюджетов на предоставление соцвыплат ветеранам выделяются деньги. Всего на эти цели за три года запланировано направить 150 миллионов рублей. Государственную поддержку получат 3600 человек. Сейчас особое внимание людям старше 90 лет. Им субсидия предоставляется в первую очередь. Всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые у нас стояли в очередь на ремонт, всех обеспечили. Сейчас остались вдовы ветеранов и труженики тыла. У многих именно с них начинается детство. Сегодня воспитатели отмечают свой профессиональный праздник. В Самаре честовали педагогов дошкольного образования. Для них прошел гала-концерт, на котором детские коллективы выступали, а виновники торжества получали заслуженные награды. Слово Сергею Кизоркину. Танцами, песнями и стихами поздравили с профессиональным праздником своих воспитателей воспитанники детских садов. В ДК Пушкино прошел фестиваль «Росточек». Лауреаты получили свои награды, воспитатели свои в конкурсе «Ярмарка талантов». Светлана Васина уверена, в ее 374-м детском саду не соскучишься. С утра до вечера есть чем заняться. Музицирование, танцы, рисование, прикладное искусство, физкультура и, конечно, подготовка к школе. Дети учатся читать, писать и считать. Это очень удобно любому родителю получить как можно больше услуг в дошкольном учреждении. В режиме дня, когда это учитывается, и индивидуальные особенности, и возрастные особенности, и нагрузки на ребенка, и возможность общаться с большим количеством специалистов, это, конечно, только плюс для ребенка. Родителям это очень нравится. Первый детсад в России открыли в Санкт-Петербурге супруги Симонович в 1863 году 27 сентября. Поэтому в стране праздник работников дошкольного образования отмечают в этот день, начиная с 2004 года. Сейчас в России 55 тысяч детских садов, в Самаре их 211. Лучший детский сад региона в этом году – 350 из Куйбышевского района. А лучший воспитатель тоже самарский из 332-го – Мария Лебград. В ноябре победители представят наш регион уже на всероссийском конкурсе в Рязани. Основная проблема, которая остается в системе дошкольного образования в Самаре – это доступность дошкольного образования. Администрация городского округа при поддержке правительства Самарской области, конечно же, поэтапно решает эту проблему. Но учитывая позитивную демографическую ситуацию, миграционные процессы, эта проблема остается актуальной. В этом направлении работа ведется. В систему дошкольного образования возвращаются здания бывших детсадов, строятся новые, например, в микрорайонах «Волгарь» и «Крутые ключи». Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Сообщения о заминировании в Тольятти оказались ложными. Во вторник в отдел полиции Автограда поступило несколько анонимных сообщений об обнаружении подозрительных предметов в разных административных зданиях. Все помещения были обследованы с помощью специальной техники. Ничего подозрительного обнаружено не было. По факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего. С сегодняшнего дня автобусы номер 45 вернутся на свой прежний маршрут. Они перемещаются по отрезку «Красная глинка» автостанции «Аврора» и заезжать в Приволжский микрорайон больше не будут. Движение будет организовано в обоих направлениях по Московскому и Волжскому шоссе с заездом в поселок Жигулевские сады. В районе 18-го километра автобусы будут останавливаться на временных остановочных пунктах по Волжскому шоссе. Самарские школьники могут поступить в подмосковную школу Летова. По всей России начался прием заявок. Новая школа-пансион для учеников 7-11 классов ждет способных и мотивированных детей со всей России. Зачисление проходит по результатам онлайн-тестов и очного собеседования. Это самый крупный благотворительный проект в стране, основан частным лицом. Выпускникам гарантируют поступление в топ-10 вузов России и топ-50 университетов мира без дополнительных усилий со стороны родителей. Необычное явление наблюдали многие жители Самарской области в небе во вторник вечером. Спираль, которая ярко светила прожектором. Загадочный объект видели в Самаре, Безенчукском районе и Тольятти. Там некоторые успели заснять необычное явление на видео и выложить в интернет. Пользователи соцсетей сразу же выдвинули несколько предположений. Традиционно на первом месте оказался вариант НЛО. Затем метеорит и еще один квадрокоптер с подсветкой. Однако, как оказалось, необычный летающий объект – это межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь», которую запустили в Астрахани. 8 октября в Самаре пройдет закрытие велосезона. Колонны велосипедистов стартуют с площади Славы, проедя через город по улицам Молдогвардейская, Маяковская, Ленинская, Новосадовая, проспект Кирова, Солнечная и далее в лесопарк Дубки, где пройдет основная часть мероприятия. Награждения – игры и конкурсы для детей и взрослых. Велосипедисты будут следовать, соблюдая ПДД, группами по 20 человек с интервалами. Каждую группу возглавит подготовленный инструктор. Из Удмуртии с любовью на Волге театральный свой спектакль показал Ижевский драматический театр. Легкая комедия без претензий на серьезность, ведь веселиться и смеяться тоже нужно. С актерами перед выходом на самарскую сцену встретилась Марианна Мирная. «Хозяин мой зовется Федерико Распони из Тулина. Он явился...» «Пошел отсюда, вон!» «А почему?» «Сеньор Распони Федерико умер». «Хозяин умер». «Очень жалко». «А я его сейчас живым оскариваю». Комедия не его профиль. Режиссеру Петру Шерешевскому легкий жанр не свойственен. Но иногда, как говорится, и палка стреляет. «Это очень большой сюрприз. Потому что этот спектакль, это, конечно, такой любимый, но компромисс. И он ни в коем случае не фестивальный. Это спектакль, который...» «Я тогда был главным режиссером этого театра, и меня очень попросила директор сделать к юбилею театра спектакль-праздник, чтобы все чиновники не чертились, а радовались. И я, скрипя сердце, сказал, ну хорошо. И сделал спектакль-праздник. И то, что именно его взяли на фестиваль, для меня прям загадка. «Слуга двух господ» – известная пьеса и с успехом шла на многих сценах. И в отличие от режиссера, актеры считают, что спектакль очень даже фестивальный. К выходу на сцену готовятся с особенным настроением. «Фестиваль, он... ну это потрясающе. Это как-то заряд новый, как-то эмоциональный подъем. Это возможность какой-то трепет ощутить, взбодоражить себя как-то зрителя, посмотреть, услышать, какой зритель другой фестивальный в другом городе». Понравиться зрителям – это одно. Но нужно еще и жюри зацепить. Фестиваль конкурсный, и все театры желают завоевать награды. «Профессионалы должны знать, в каком направлении им двигаться, какие у них ошибки, какие проблемы. И это может им указать доброжелательная критика. Поэтому наши обсуждения всегда проходят в понимании, в хорошей атмосфере. Талант никогда не зависит от географического положения. Он зависит от коллектива единомышленников, от лидера театра. И тогда вдруг неожиданно происходит открытие». До конца фестиваля осталось всего три дня, после чего на торжественном закрытии жюри объявит, кто, по их мнению, стал лучшим в этом году. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Фабрика чемпионов на городской окраине в Куйбышевском районе Самары после реконструкции сегодня открылся стадион «Нефтяник». От гадалок до соцработников в Самаре зафиксировано более ста случаев мошенничества в отношении пенсионеров. «Эрмитаж на дороге» в Самаре остановки общественного транспорта украсит копиями картин русских классиков. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова